Во что одевались пустозерские модницы в прошлом веке, каким был мужской костюм и чем отличались жители Нижней Печории от других регионов Российской империи? Об этом сотрудники музея-заповедника Пустозерск расскажут на выставке «Пустозерская мода». Экспозиция представлена в Доме Шевелевых. Во все времена женщины стремились выглядеть красиво, любили наряжаться и жительницы пустозерской волости. Изучением одежды пустозерских крестьян вот уже более 10 лет занимается Елена Елисеева, заместитель директора музея-заповедника. Здесь были черденские купцы, усольские купцы, которые привозили сюда товар, но, видимо, какие-то веяния городской моды тоже доходило и до Пустозерска. Нижнепечорские модницы рано отказались от сарафанного комплекса. На смену домотканным тканям пришли фабричные. Из них шили платья и парочки, притальные кофты с раскрешенными юбками из шерсти и шелка, в которых сочетались традиции народной одежды и городской моды. Носили тулупчики. У нас представлены тулупы села Великое Височное, 30-е годы, 20-го века. То есть вот таких могли тулупы. Широко были распространены и покупная одежда. Были, например, покупные жакеты, пальто. На фотографии девушки Оксина, села Оксина, очень интересно. Тут уже видно, что у них покупные пальто. Такие-такие шалюшки, такие уже шарфики. Очень интересно. На руках можно увидеть, что у них перчатки, не только там какие-то рукавицы. Историю пустозерской моды хранят черно-белые снимки, предметы одежды и аксессуары. Сегодня они представлены на экспозиции в доме Шевелевых. На открытие выставки побывали студенты дизайнерского отделения социально-гуманитарного колледжа. Окунуться в историю пустозерской моды могут все желающие. Выставка будет работать до 28 февраля 2018 года. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.